Всем салют! Это вторая часть большого безалкогольного выпуска. Ну а если вдруг по какой-то причине пропустили первую часть, не расстраивайтесь, подсказочка здесь будет, ссылочка там тоже. Обязательно проходите, смотрите. Там я рассказываю, как производится безалкогольное пиво и выбираю лучшее среди отечественных вариантов. Ну а сегодня мы будем дегустировать импортное безалкогольное пиво и в конце я вам обещал рассказать, чем безалкогольное пиво может быть полезным. Ну а теперь переходим к импортному пиву. Здесь у нас голландский Ху Гарден. И первое, что бросается в глаза, это полное отсутствие алкоголя. Если в других видах пива средняя алкогольность это полградуса, она как раз таки регламентирована ГОСТом, то здесь вообще его нет. Смотрим, что у нас здесь в составе. Вода питьевая, солод пивоваренный, чменный, пшеница, сахар добавляется, натуральные ароматизаторы, регулятор кислотности, лимонная кислота, калиандр, апельсиновая цедра, хмель, экстракт, яблоко. Вот такой разнообразный состав в этом пиве и, честно сказать, он далеко ушел от классического понятия всем нам привычного пива. Теперь смотрим, как правильно его пить. Ополоснуть бокал водой, охладить бокал, бокал наполнить на две трети, взболтать остаток в банке и долить остаток в бокал. Что ж, так и сделаем. Пивной напиток нефильтрованный, умеренная карбонизация и пенка здесь такая же, как и примерно Стелла Артуа. Видите, она даже еще не до конца ушла. Такая она вот прям вот волнистая, прям вот как на самолете летишь, а вот облака такие же внизу. И в запахе, честно говоря, пивного я ничего не вижу. Но если вот прям очень сильно внюхаться, то можно, можно еле-еле такой заметный солодовый аромат ощутить. Но в основном здесь бросаются фруктовые нотки. Именно вот этот вот кориандр, именно цедра апельсина, прям вот чувствуется очень большое влияние цитрусовой составляющей. Так, пробуем. Запах не был обманчив. Также бросаются нотки кориандра, вот эти вот фруктовые цитрусовые нотки. Насчет яблока, не знаю. Яблока здесь я вообще практически не заметил. Что касается самого пивного вкуса, его здесь практически нет. Я бы сказал, что это не пиво. Если абстрагируется от самого слова пиво, да, то как напиток, в принципе, он приятный. Его можно пить, он пьется легко. И, честно говоря, хочется продолжать его пить. Честно говоря, мне он лично очень понравился. Могу сказать, что данный напиток, в принципе, самодостаточен. И если его оценивать отдельно, просто вот как на пивной напиток, то, в принципе, я готов его рекомендовать. И скажу даже, что благодаря своей сладости он может понравиться нашей слабой половине общества, нашим дорогим дамам. Это так неожиданно и приятно. Очень приятно. Переходим к следующему экземпляру. Клоустайлер. Original Non-Alcoholic. Есть еще, кстати, такой нефильтрованный вариант, но я взял стандартный. Так что смотрим, что здесь у нас в составе. Пивоваренный солод, ячменный светлый и хмели-продукты. Все, в принципе, ничего нет. Алкоголь 0,49 градусов. Так, что ж, пробуем. Ага, очень сильная карбонизация. Прям вот очень много вот прям пузырьков мы наблюдаем на стенках данного бокала. Светленький такой, ну, стандартный, в принципе, цвет для пива. Что у нас по запаху? Запах такой, знаете, пряненький. Пряненький. Он солодовый, сладкий, но улавливаются какие-то дополнительные нотки. Что-то такое, знаете, злаковое. По типу пшеницы или кукурузы. Вот что-то из этого. В принципе, приятный. Приятный, сразу скажу. Так, что же у нас со вкусом? А вкус здесь совершенно другой. Это пиво горьковатое. Здесь очень четкая, ярко выраженная хмелевая горчинка. Она характерна для пивного стиля ипо. Он отличается тем, что содержание хмеля в нем больше, чем в обычном пиве. И за счет этого во вкусе мы ощущаем такие вот ярко выраженные травянистые нотки. Здесь они, не сказать, что сильно противные, но и не сказать, что приятные. Что-то такое среднее, умеренное. В принципе, пьется, но лично на мой вкус не очень. Я бы не хотел продолжать его пить. Поэтому время переходить к вот этому пиву под названием Wolper Finger. В нем тоже абсолютно нулевая алкогольность. Что же у нас в составе? В составе все стандартное. Единственное, они почему-то приписывают, что пиво содержит глютен. Ну что, чудо-юдо с клыками, рогами и крыльями. Не знаю предысторию этого создания, но нас не это интересует. Нас интересует, что же, собственно, с пивом. Погнали! А это вот прям рекордсмен по пенке, потому что видно, что она хоть и мелко-мелко зернистая, но она относительно остальных всех экземпляров, она самая такая нежная, самая кремовая. Что, собственно, говорит о качестве самого пива. Поэтому, ну это не может не радовать. Мне, кстати, нравится пиво с пенкой. Вот именно в ней есть какой-то определенный слой кайф. Так, здесь прям на первом этапе зачет. Что по запаху? Запах... Запах безалкогольный, что здесь говорить? Еле улавливаемый. И, ну, в принципе, в принципе, приятный. Чуть-чуть слегка приправлен сладостью вот этой солодовой. Что ж, смотрим, какой она на вкус. Очень такое зубастое пиво, если честно. Оно уже больше подходит на обычный светлый лагер, причем немецкий. Немецкий он всегда такой чуть-чуть пожестче, более ярко выраженный. В отличие от Клауст Тайлера, здесь также имеется хмелевая горчинка. Но она более такая плотная, более ярко выраженная, более насыщенная, что ли. Создается не то чтобы ощущение, а некая такая иллюзия, что ты пьешь алкогольное пиво. В принципе, похоже. Те люди, которые упорно ищут в безалкогольном пиве классический вкус светлого лагера. Я думаю, вам это зайдет. Поэтому, что касается пивного вкуса. Здесь зачет. И могу рекомендовать, как вот именно классический вкус светлого лагера. Что ж, переходим к паулайнеру. Здесь в составе, опять же, мы ничего сверхъестественного не увидим. Кроме как, помимо обычного солода, мы еще видим добавление пшеничного. Ну, собственно, что характерно для нефильтрованного. Наливаем. Из всех нефильтрованных это самый насыщенный цвет. Цвет, я бы даже сказал, такого сока мультифруктового, что ли. Карбонизация здесь средняя. Пенка средняя. Довольно-таки, в принципе, устойчивая. Что же у нас с запахом? Запах. Ой, кстати говоря, неприятный запах. Такой же, как вот был в Крушовице, запах такой железный, что ли, или стеклянный даже. Вот, ну, не знаю, запах... Вот, реально, запах стекла. Вот прям вообще никаких ноток не улавливается. Поэтому надо пробовать. Вообще не то. Вообще не то. Если сравнивать с Балтикой и с Хугарденом, это менее приятно пьется. Опять же, вот такое неприятное послевкусие у тебя оседает во рту. Сначала вроде бы, как бы сначала заманивает своей сладостью, но потом... Да. Нет. Абсолютно нет. Это не зачет. И продолжать пить мне его абсолютно не хочется. Я не рекомендую его. И даже близко оно не напоминает стандартный пивной вкус. Ну и, наконец-таки, переходим к пиву Ever Fun. Это, напомню, пиво номер один среди отзывов от пользователей в интернете. Именно это пиво, как они утверждают, максимально, максимально похоже на стандартный пивной вкус. Не знаю. Посмотрим. Так, у нас здесь красивая вот такая вот этикеточка. Вот, люблю. Вот, молодцы. Люблю, когда делают описание пива. Ты прочитал, и сразу ты понимаешь, что купил. Так, что же тут пишут? Родиной безалкогольного пива Ever Fun является регион Фрисленд, расположенный на севере Германии. Ветреная погода, огромные зеленые поля и гордый нрав местных жителей. Ну, все как у нас на Кавказе, короче. А Ever Fun валится как пилснер пива низового брожения. Строго, опять же, посмотрите. Строго в соответствии с законом о чистоте пива. Об этом я, кстати, рассказывал в предыдущих выпусках. То есть, в составе данного пива нет абсолютно ничего, кроме стандартных ингредиентов. Это вода, солод и хмель. Понятно. Безалкогольное пиво для активного отдыха на открытом воздухе идеально подходит для рыбных и мясных блюд, а также для легкой летней кухни. Что ж, посмотрим. Давайте открывать и пробовать. В принципе, описание обнадеживающее. Отзывы в интернете, я надеюсь, не врут. Поэтому наливаем в самый большой стакан. Вот тебе отвели. Поехали. Ого-го! Запах радует! Запах радует! Причем, есть элементы темного пива, но такой вот прям, прям вот, прям вот, прям вот пивной запах уже позитивненько. Мне очень нравится. Поэтому скорее надо пробовать. Да, да, определенно да. Очень радует вкус, потому что он натуральный. Здесь не находишь ничего потустороннего, скажем так. Очень все сбалансировано. Вот эта хмелевая горчинка. Прям вот все соответствует классическому немецкому пилснеру. Прям мне очень нравится. Горчинка, она не навязчивая. Абсолютно не навязчивая. Она приятная. И она придает, вот как, кстати, вот то ощущение, что ты как будто бы пьешь алкогольное пиво. Я, правда, говорил в предыдущих выпусках, что я ненавижу стандартное скучное светлое пиво. Но именно в разрезе безалкогольного мне оно понравилось больше всего. Я более чем уверен, что это пиво доставит вам ту самую радость, то самое ощущение счастья, которое мы получаем от пива обычного, алкогольного. Поэтому я его очень всем советую. Так что пиво очень достойное. Но это, в принципе, оправдывается ценой. Это самое дорогое пиво из этой шайки-лейки. Стоит оно 124 рубля в Ашане. Поэтому готов я его рекомендовать. Что ж, очень сложно было. Очень сложно. Надеюсь, я справился. Не знаю, решать вам. Подведем краткий итог. Из всего этого, что мне больше всего понравилось. Если вы хотите необычный сладковатый вкус, я вам готов рекомендовать как раз-таки Балтику пшеничную безалкогольную. Я вам готов рекомендовать, не отказываясь от своего мнения, Жигули барное безалкогольное. Также я вам готов рекомендовать голландский Хугарден. Если говорить о классическом вкусе пива, то здесь, пожалуйста, Волперфингер и, пожалуйста, Эверфан. Вот эти четыре экземпляра, я думаю, достойны, скажем так, вашего внимания. Достойны ваших денег и потраченного времени, чтобы при необходимости насладиться их вкусом. Что ж, очень сумбурный и крайне тяжелый для меня этот выпуск выдался. Спасибо, что досмотрели его до конца. И, как обещал, даю вам полезную информацию о полезности безалкогольного пива. Данное пиво подойдет не только для тех, кто планирует сесть за руль, но и для тех, кто следит за своей фигурой. К примеру, в нефильтрованном пиве, таком как Балтика или Хугарден, содержится 27 или 30 килокалорий в случае с Балтикой на 100 миллилитров. То есть это примерно на 10 килокалорий меньше, чем в обычном пиве. Если взять пиво Эверфан, здесь и того меньше. Здесь всего 13 килокалорий на 100 миллилитров. То есть это можно вполне себе назвать даже диетическим пивом и никакой вред оно вам не нанесет. Еще один любознательный факт состоит в том, что безалкогольное пиво является прекрасным изотоником. И многие профессиональные спортсмены этим пользуются. Лично я проверял этот факт на себе, потому что по понедельникам мы с ребятами играли в футбол. И, как обычно, я после футбола лежу, умираю. Во-первых, сначала не можешь заснуть, потом не можешь проснуться, а потом не можешь нормально следующий день двигаться. Потому что абсолютно все тело болит. После тренировки берете небольшую баночку безалкогольного пива, в идеале 0,33. И она помогает восполнить запас энергии, который ты потратил. Помогает быстрее вашему телу восстановиться. И, поверьте мне, на следующий день ваше тело скажет вам спасибо. К слову, в пайках профессиональных спортсменов тоже можно частенько увидеть безалкогольное пиво. Особенно угадайте у кого. Конечно же, у немцев. Так, к примеру, на Олимпиаде 2018 года в зимний немецкий домик завозили аж около трех тонн безалкогольного пива. Потому что, ну, во-первых, немцы не могут без пива. А во-вторых, спортсменам нужно было как-то восстанавливаться. И безалкогольное в этом хорошо им помогало. Но это отнюдь не значит, что нужно скорее бежать в магазин и затаривать полный холодильник безалкогольным пивом. Так же, как и в алкогольном, здесь нужно соблюдать количество. Я всегда говорю, что идеальный объем для потребления это вот именно 0,33. Ну, если уж вам критически его не хватает, максимум 0,5. Но не более того, потому что пиво, запомните, очень коварный напиток. Оно возбуждает в нас чувство жажды и возбуждает чувство голода. Поэтому, ребята, потребляйте лучше чуть-чуть, но с кайфом. Ну что ж, огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Если оно оказалось для вас хоть чуточку полезным, поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой канал, если не сделали этого ранее. И обязательно, обязательно пишите комментарии. Особенно, если я вдруг забыл какое-то безалкогольное пиво. И вы готовы его порекомендовать. Ну, а с вами был Алан. Подписывайтесь на мою 100 грамм страницу. У меня, как обычно, к вам главная просьба. Ребята, пейте только хорошее пиво. До новых встреч! Пока!